Смотрите, что было. Красное только в коллоквиумах может попасться, в билеты не перенеслось. Но тем не менее вещи важные. Вот давайте посмотрим все-таки ту самую поправку Хеншельвуда. Немного разговоров. Смотрите, вот наш результат конечный. Красная линия на графике – это расчет. А синяя – это то, что получается реально в эксперименте. Так вот, после того, как была введена Хеншельвудом вот эта вот поправка, синяя линия во всяком случае при низких концентрациях, она стала совпадать с красной, это хорошо. Но в этой области все-таки совпадения достигнуто не было. И смотрите, у вас получается единица на эффективную константу слишком большая. Значит, все-таки эффективная константа недооценивается теорией. И в этом отношении люди работали дальше, и это уже как бы за пределами нашего курса. Но исходная проблема состоит именно в этом. Константа К1, помните, это константа первой реакции в схеме Лендемана, она, если ее оценивать просто по теории активных столкновений, то очень сильно заниженный результат получался. Когда поправка Хеншельвуда вводится, тогда результат получается лучше, и большая часть концентрационной зависимости воспроизводится. Но все-таки не вся. И вот об этом как бы следует помнить. Теперь несколько слов о три молекулярных реакциях. Там есть такой термин – истинные реакции тримолекулярные и реакции третьего порядка. Вот посмотрите на эту картинку, и тут оба определения совершенно ясные. Значит, настоящая химическая реакция тримолекулярная, она у нас слева, а справа вот тот случай, когда формальный порядок в левой части, он получается третий в эксперименте, но на самом деле в химическое взаимодействие вступают две частицы, а третья частица, она просто… Необходимо столкновение третьей частицы, видимо, с активированным комплексом, для того, чтобы забрать лишнюю энергию. И вот эта вот третья частица, она в продукты уже не попадет. Просто определение и, значит, рассмотрение двух типов реакций. Ну а слева настоящая тримолекулярная химия. И там есть такой вопрос. Я напоминаю, отрицательный температурный коэффициент в этих реакциях. Очень коротко. Когда вы брали экспериментальную константу, не вы, но люди, которые этим занимались, для вот этих немногочисленных тримолекулярных реакций, просто по уравнению Арениуса получалось как бы падение константы с температурой, то есть отрицательное значение энергии активации. И вот как это, напомню, как это объясняется сначала в так. Значит, константа тримолекулярной реакции, ну, например, той, которая изображена у нас на доске, это активированный комплекс и три частицы, три частицы у нас реагенты. И энергия активации, уже теория активированного комплекса, появляется здесь. Так вот, люди предлагают нам вспомнить, как зависят от температуры вот эти вот суммы по состоянию. Смотрите, вот если брать реакцию, которая у нас представлена на доске, тогда активированный комплекс, там поступательная сумма по состояниям в степени, температура в степени 3,2, и вращательная тоже в степени 3,2, потому что это явно нелинейная молекула. Она состоит из двух НО и одной молекулы брома. Теперь перемещаемся в знаменатель. Здесь у нас наверняка Т3,2, это поступательные суммы по состояниям, внесут такой вклад вот в эту температурную зависимость. И еще нужно дописать по одной температуре, это вращательные суммы по состояниям, но молекулы маленькие, двухатомные, линейные, поэтому не 3,2 и 2, а 2,2, то есть единица. Ну и вот это все сокращается, но даже после сокращения остается вполне достаточно у вас в знаменателе температур, а именно это, смотрите, сколько, это получается 7,2, Т в степени 7,2. И если вы наши формулы в голове держите, то получится вот такая вещь. Оренюсовская энергия активации, энергия активации так, минус 7,2 РТ. И Эйринг воскликнул, ну смотрите, все в порядке, у меня, конечно, Е так положительное, да, как и должно быть, вот картинка такая, как здесь изображена, то есть барьер, конечно, вверх идет, а вовсе не вниз. Но за счет 7,2 я наблюдаю в эксперименте отрицательную зависимость. И это вполне даже и количественно у него получилось для нескольких реакций. А в ТАС это вот каким образом рассматривается. Если у вас вот такая вот якобы, ну и на самом деле истинная тримолекулярная реакция, то все-таки, поскольку не может быть одновременно столкновение трех частиц, то у нас получается сначала АВ плюс А. Две частицы соединились, третья готовится, да? И вот, как я нарисовал, здесь устанавливается квазиравновесие. И затем идет вторая стадия, К2, где уже образуется частица А2Б. И тогда мы должны записать следующее. Значит, скорость реакции это К2 на АВ на А. И поскольку есть квазиравновесие, то это будет К2 на КС на А в квадрате на Б. Правильно? Ну и дальше понятно, что эффективная константа, наблюдаемая константа скорости, людьми представляется вот в таком виде. И тогда Д логарифм константы вот этой тримолекулярной реакции, это есть Д логарифм константы равновесия вот этой вот по ДТ плюс Д логарифм К2 на ДТ. И слова такие. Ну, конечно, вот эта константа скорости и, как положено, соответствующая ей энергия активации будет больше нуля. А вот эта вот энтальпия некоторой реакции, а почему бы ей не быть меньше нуля? Вот она меньше нуля. Да? Это меньше, это больше. Больше. Ну и в результате их сумма оказывается отрицательной, и таким образом тоже объясняется вот эта неправильная зависимость константы скорости от температуры. Но это количественно очень плохо проходит. Это делали сами Траутс и Льюис еще в начале. Пытались подобрать константы какие-то, что-то такое объяснить. Но реально это только в учебнике остается. А вот эта вот штука для так, она вполне работает и сегодня. Ну, хорошо. Вот что у нас было в прошлый раз. А сегодня мы должны с вами обсудить, как наши теории работают для объяснения кинетики реакций в растворах. Это на самом деле очень важно согласить. Мы все в растворах работаем. Конечно, есть люди, которые изучают газофазные химические реакции, но там сложная аппаратура, и таких людей на самом деле, если есть 10% от всех кинетиков, то это хорошо. А все остальные мы все в растворах со спектрофотометром, измеряем концентрации, строим кинетические кривые, поэтому все это очень важно. Вот давайте план наш такой. Сначала мы посмотрим, чем мы вооружены уже, а потом обсудим, какие задачи перед нами стоят, что нам нужно, собственно, обсуждать и объяснять. Ну, мы имеем прежде всего уравнение Арениуса. такое или вот такое. И вполне совершенно без всяких поправок и переделок это уравнение годится, и то, и другое годятся для описания экспериментальных данных для реакции в растворах. Но измеряете эту константу, представите в таком виде температурную зависимость и определите этот параметр и вот этот вот параметр. Даже больше и комментировать нечего. Затем идет выражение теории активных столкновений. Пи Д квадрат на 8 КТ Пи мю 1 2 Е в степени энергии активации ТАС на РТ на П. Ну, тут я бы так сказал, ситуация вот какая. Мы можем получить выражение для константы скорости и потом сравнить его с тем, что получается в эксперименте в растворе. Если совпадет, ну, хорошо, здорово, это о чем-то нам будет говорить. Но если такого совпадения наблюдаться не будет, то, собственно, куда нам здесь параметры растворителя вставить, не совсем ясно. Так что это не очень грозное оружие для обсуждения наших проблем. И вот остается выражение для константы в так. Тут опять надо подумать и вспомнить то, что мы уже говорили друг к другу. Значит, начинаем с записи, ну, например, для бимолекулярной реакции, раз здесь мы пишем ТАС, это главным образом бимолекулярной реакции, конечно. И вот мы пишем это выражение для... Так. Ну, я вам вот что скажу. С самого начала вспоминаешь, что у нас огромные затруднения с расчетом этих вот величин в растворах. Мы очень ловко это все умеем считать для газов, особенно идеальных. А в растворах, в общем, ничего этого нет. Поэтому большой вопросительный знак здесь приходится ставить. И мало надежд на то, что мы чего-то тут добьемся. Ну, и в результате как бы вырисовывается термодинамический вариант для теории активированного комплекса. Какой-то вот с каким-то здесь стандартным состоянием. Мы вот так как-то это все писали для бимолекулярных реакций в растворе. Но тоже нужно нужно как следует подумать, как мы это сможем применять и какие у нас могут быть здесь результаты. Ну, и давайте какие-нибудь проблемы обозначим, требующие нашего решения. Значит, проблема первая, самая простая. Ну, хорошо, вот у нас есть константы в газах и растворах. Одна и та же реакция. И мы понимаем, что это, конечно, элементарная реакция, и механизм не меняется при переходе из газа в раствор. Вот константы скорости одной и той же, допустим, бимолекулярной реакции или мономолекулярной реакции в газе и растворе. Это одно и то же или нет? Ну, хочется сказать, что нет, ну, неужели всюду будут они одинаковые, растворитель ничего не значит. Хорошо, это первый вопрос. Второй вопрос. Реакции происходят в растворе. Опять те же самые слова, что все, все как бы одно и то же, но растворители разные. Вот растворителя влияния, оно как будет сказываться и будет ли сказываться вообще? Это вторая проблема. Но затем небольшая, я ее назову 2А, звучит неожиданно, но тем не менее оно с первой и второй очень тесно соприкасаются. Вот есть такой эффект, он наблюдается экспериментально. Если у вас есть раствор, и в этом растворе проходит химическая реакция, и вы прессом сверху оказываете давление на этот раствор, то наблюдается зависимость константы скорости от давления. внешнего давления на раствор. Ничего подобного в газах нет. Такой эффект практически неизвестен. Газы это всегда как бы у нас идеальные газы, и такого эффекта нет. А вот здесь он есть. Сможем ли мы это объяснить? Ну и после таких каких-то мудреных вопросов последний, самый живой, самый требующее решение, он вот в чем состоит. Вы знаете, когда люди измеряют константу реакции при различных концентрациях реагентов, то она разной получается. Для очень многих реакций и фактически в каждом растворителе. Ну, это совсем с кинетикой не вяжется, да, потому что мы всегда писали каким-то таким образом, скажем, для бимолекулярной простой реакции. И мы, когда записывали такое уравнение, мы, конечно, считали, что вот эта вот константа, как бы она там не описывалась уравнением, она при разных А и Б, она одна и та же, если температура постоянно, да, на этом вся форнальная кинетика основана, потому что если это будет меняться с концентрацией, то, простите, ну а что тогда вообще это делать? И поэтому нужно какое-то описание, позволяющее все-таки эту проблему поставить на какую-то количественную основу. И вот, собственно, с этими тремя с половиной вопросами мы и будем сейчас разбираться. Ну давайте все-таки вспомним основная наша надежда, конечно, на теорию активированного комплекса. И давайте вспомним, как там вообще все работает. Значит, обсуждаем сначала бимолекулярную реакцию, хотя, в общем, мы уже понимаем, что, наверное, тот результат, который будет в так получен для бимолекулярной реакции, для других простых, то есть для моно и для три, он тоже, тоже в конце концов будет справедлив. Итак, смотрите, основное предположение теории активированного комплекса. Вот у нас образуется некая конфигурация, называемая активированным комплексом, и она находится в каком-то странном квази-равновесии с реагентами, и мы, вообще говоря, можем записать следующее. Скорость реакции это К2 на концентрацию активированного комплекса, это К2 на КС на А и В, где это вот некая константа квази-равновесия между настоящими частицами-реагентами и какой-то странной конфигурацией, вовсе не частицей, и вот эта странная конфигурация называется активированным комплексом. Это было в газах, и это мы легко сохраняем для раствора. Следующий ход, который мы сделали там, мы преобразуем вот эту константу равновесия с помощью сумм по состоянию. Переходим в статистический вариант и у нас появляется энергия активации вот эта вот энергия активации так, да, и появляется формула вот такая. Не проходит этот номер в растворах. Не проходит. Тем не менее, вот такое небольшое преобразование, которое ведет к нас к формулам термодинамического варианта. Сделать можно, сделать можно, и мы его делаем, где вот эта вот константа, этот значок обозначает, что она поделена на некую колебательную сумму по состояниям активированного комплекса. вся эта процедура остается где-то в тени, но тем не менее, вот эта рабочая формула остается. И теперь вариант наш дальнейший, он, конечно, связан с термодинамическим так, но нам надо разобраться вот с этой константой равновесия. На самом деле, это просто концентрация активированного комплекса, пусть чуть-чуть подраненная, но она здесь стоит, деленная на вот эти вот две вещи. И дальнейший наш ход, он должен вот в чем заключаться, мы должны связать эту рабочую размерную концентрационную константу с настоящей безразмерной термодинамической. И это мы делаем вот таким вот образом. Мы просто и числитель, и знаменатель, мы делим на концентрацию С0 равную 1 моль на литр. И чтобы равенство сохранилось, ну, сейчас увидите, что нужно сделать. Значит, мы ее вот таким вот образом обозначаем. И здесь еще должно быть единица на С0, чтобы сохранилась нужная нам константа. Давайте еще раз посмотрим, что я все сделал правильно. Да, по-моему, я все сделал правильно для того, чтобы получить вот эту величину. И теперь я предлагаю вам вспомнить, что, собственно, такое представляет из себя вот эта вот величина. Эта константа, она связана со стандартным состоянием в бесконечно разбавленном растворе, или просто в разбавленном растворе, который подчиняется закону Генри. И выражение для химического потенциала, там, сейчас мы его увидим, вот оно, это наша таблица из прошлого семестра. Смотрим на голубые вот эти рамочки. Вот как записывается химический потенциал компонента в разбавленном растворе, и этот раствор подчиняется у нас закону Генри. Вот такая вот запись. И если мы возьмем за стандартное состояние для химического потенциала, вот это вот значение его, а на самом деле, если быть грамотным, это разница между тем потенциалом, который был в природе, есть в природе, минус рт логарифм вот такой штуки, при а стремящемся к нулю. ну, можно вот этим воспользоваться, подставив сюда С равной единице, или же вот использовать этот предел. В результате вот именно это значение химического потенциала войдет в энергию гипса, вот в эту вот энергию гипса, и это будет химический потенциал активированного комплекса, минус химический потенциал точно такой же одного реагента, и химический потенциал второго. Хорошо. Обратите внимание на вот эти вот записи в нашей таблице. Вот это, например, вот это вот значение для реагента А, и точно так же для реагента В, и для активированного комплекса, зависит от растворителя, в котором образован этот разбавленный раствор. Это точно. И еще на одну штуку посмотрите. Оказывается, что вот этот вот химический потенциал зависит от внешнего давления на раствор. Это все мы с вами делали, вспоминали. Вспоминайте, это было в прошлом семестре. Хорошо, идем дальше и смотрим нашу вторую таблицу. Теперь уже речь идет точно о вот этой вот константе, которую нам предстоит использовать. Смотрите, если мы находимся в разбавленном растворе, где работает закон Генри, константа выражается вот таким вот способом. Вот таким вот способом константа выражается, и она конечно же зависит от давления на раствор. Ей передались свойства каждого из химических потенциалов. Да? Хорошо. Итак, это константа. Как мы видим, константа вот в разбавленном растворе, в растворе подчиняющемся закону Генри. Она имеет вот такой вот вид, да, только ее надо умножить на С0, равное но это именно в разбавленном растворе. Потому что если мы выйдем из области разбавленного раствора, то вот такое выражение для константы равновесия уже выполняться не будет. И вот эта запись для химического потенциала, ну, например, активированного комплекса, оно у нас было такое, мю у нас уже не существует. Его придется усложнить, увы. Помните как, да? Вместо концентрации в константу и в химический потенциал надо подставлять активности. И у нас вот здесь появляется вот такая вот штука. я сейчас перепишу. С равняется 1 моль. и дальше у нас идут в числителе коэффициент активности активированного комплекса в знаменателе коэффициенты активности этих самых реагентов. Или в сокращенном виде активность активированного комплекса активность А на активность В на С равняется 1 моль. Итак, смотрим. Первая часть вот эта вот вот эта вот она работает только в растворе подчиняющемся закону Генри. То есть в достаточно разбавленном растворе. Здесь все коэффициенты активности по определению равны единице. Этого сомножителя нет. И соответственно вот это выражение превращается вот в это. Но как только мы выходим из разбавленного раствора, попадаем в область более серьезных концентраций, извольте дописать извольте дописать вот это вот выражение, да? И когда сейчас мы будем вот здесь вот, нам ведь нужно выражение для такой концентрационной константы получить, когда мы будем связывать концентрационную константу с термодинамической, нам придется учесть коэффициенты активности. вот откуда то есть это вся та же рутина термодинамическая, которую Эринг притащил в кинетику, когда он сказал, что есть квазиравновесие между активированным комплексом и реагентами. Вся термодинамика из первого семестра последовала в кинетику. Давайте посмотрим главную картинку. Нет, давайте сначала вот эту, потом вот она. это собственно ответ на вопрос три, который мы перед собой поставили. Значит смотрите, вот это как бы то, что я сейчас показываю, это ось концентрации. Это раствор. Зеленым закрашен раствор разбавленный, подчиняющийся закону Генри. Ну вот смотрите, здесь химические потенциалы, и активированного комплекса, и реагентов выражаются просто через концентрации. Да? И в результате константа термодинамическая, она тоже вполне выражается через концентрации, все коэффициенты активности равны единицы. Как только мы вылезаем из зеленой в белую область, увеличиваем концентрацию, причем вот эта вот граница, граница, она непонятно где стоит, она в каждом растворе по-разному может быть, но где-то около, там я не знаю, раствор должен быть в мольных долях, где-то 0,9 растворителей, не более 0,1 растворенных веществ. Как только мы вышли сюда, у нас выражение для химического потенциала меняется, появляется коэффициент активности, разный соответственно для каждого вещества, и в результате смотрите, что у нас получается. Когда мы записываем выражение для константы скорости химической реакции, если раньше в зеленой области мы могли ограничиться вот такой вот штукой, то теперь мы должны записывать еще и коэффициенты активности. Давайте получим это выражение полностью, соединим одно с другим. Значит, вот выражение для константы скорости в так, это будет kt на h, потом пойдет выражение с, должна идти дальше константа, концентрационная константа, которая позволит нам получить выражение для концентрации активированного комплекса. И это будет вот что такое. Вот такая вот штука, термодинамическая константа единица на c0, и дальше совершенно необходимо нам сюда вставить выражение для выражения для коэффициентов активности. Вот это называется уравнение Брэнстеда-Бьорума. Уравнение Брэнстеда-Бьорума. И оно нам во всяком случае на качественном уровне отвечает на третий вопрос. Да, константа зависит от концентрации. Первые два, первые три сомножителя, они постоянные, от концентрации не зависят. А вот коэффициенты активности, да, они разные, и тогда мы должны сразу признать, что вполне возможно будет наблюдаться зависимость коэффициента, зависимость константы скорости от концентрации. Хорошо, а теперь первые два вопроса. Будет ли, например, вот эта константа или вот такая константа, сейчас я ее вам запишу, вы тоже меня поймете, это КЦ 0 на 1 на С0. Вот это вот для зеленой области, для разбавленных растворов, где люди часто работают, здесь во всей зеленой области, поскольку коэффициенты активности равны единице, не будет зависимость от концентрации. но вопрос такой, вот эти константы, во-первых, будут ли они отличаться для разных растворителей, для одной и той же реакции? Ну, ответ, конечно, да, потому что разными и очень существенно разными могут быть эти термодинамические константы. Почему? Да потому что они связаны вот с этими химическими потенциалами. И вот этот вот выбор стандартного состояния, он включает в себя свойства растворителя. То есть если у вас все идет в гексане, это будет одна величина, если все там, я не знаю, в ДМФ, все совершенно другое. И это перекочует вот сюда и через это выражение перелезет в константу и так далее. Вопрос будет ли все отличаться для газовой фазы и растворов. Ну тоже похоже, что будет, потому что это будут разные константы, ведь здесь стандартный химический потенциал для газов, он будет связан с давлением в один бар в газе, а вовсе не с вот этой ситуации в каком-то разбавленном растворе, но мы чуть точнее это увидим потом. Теперь вопрос такой, а вот можем ли мы с помощью этого выражения или, например, такого выражения для разбавленного даже раствора объяснить зависимость константы скорости от давления? Ну да, мы сразу говорим, да вот, конечно, ведь эта константа от давления зависит, опять же, потому что вот этот химический потенциал, он зависит от давления, если вы на ваш раствор прессом каким-то подействуете, то кое-что там изменится, и вот давайте посмотрим эту картинку, мы ее пропустили, это известная работа, это все в растворе происходит. и люди смотрели, имеется ли производная, имеется ли производная вот такая К0, это константа скорости при давлении 1 бар, а наверху константа скорости, зависящая от давления, и такая зависимость действительно была обнаружена, реакцию видите, да, это бимолекулярная реакция, и вполне описывается эта зависимость зависимостью от давления логарифма логарифма вот этой вот константы, да, помните уравнение связывающее константу равновесия с давлением, уравнение ванлара, изменение объема при переходе от реагентов в данном случае к продукту, то есть активированному комплексу, и это очень небольшая величина, я имею в виду этот объем, для того, чтобы вам заметить вот эту вот штуку, вот эту вот зависимость константы скорости от давления, ну вот где-то 3000 атмосфер нужно иметь, а то и больше, помните, у нас ведь в обычных константах равновесия химических реакций в растворах это было, и диапазон давлений тот же самый, то есть если вы работаете просто в лаборатории в банке, забудьте про все это, это не серьезно, но если вы на производстве и у вас автоклав, ну тогда может быть что-то такое случится, и такая зависимость будет у нас наблюдаться. Хорошо, значит качественно получается, что мы на все три вопроса получили ответ, и этот ответ таился просто в рассмотрении свойств вот этой константы равновесия термодинамической, которая вылезает в теорию активированного комплекса, но одно дело, значит качественный ответ, а количественно как это выглядит, ну например, возможно ли реализовать вот это вот уравнение, уравнение Брэнстеда-Бьорума, и как-то посмотреть, а какие там будут коэффициенты активности, а вот тут-то все гораздо хуже, буквками-то записать можно, а реально определить эти коэффициенты активности, ну для знаменателя, для реагентов нормальных частиц это сложно, но можно, есть модели, есть методы экспериментального измерения, но совсем все плохо для активированного комплекса, который вообще неизвестно, что такое, он если и существует, то живет 10 в минус 15 секунды, и надежды измерить коэффициент активности там нет, но есть один тип реакции, для которого люди все-таки измерения проводили, вот вы изучаете электрохимию, да, и наверное слышали раньше или еще в неорганике или когда-то о самой простой модели, которая описывает растворы электролитов, это модель Дебаи-Хюкеля, она в верхней рамке, там есть выражение для оценки коэффициента активности, и смотрите на правую часть этого выражения, B это константа, не так важно, Z это заряд, ну заряд-то активированного комплекса как-то сообразим, если будем знать, какие заряды у реагентов, а дальше это уже свойство раствора, так называемая ионная сила, концентрации всех электролитов на заряды, которые на этих электролитах сидят, тут активированный комплекс вообще уже роли не играет, потому что у него маленькая концентрация, и он вы не внесет никакого вклада, ну давайте посмотрим два варианта вот таких реакций, сначала нижнюю, смотрите, это то, что называется ионмолекулярное, АС, B- получается активированный комплекс, заряженный отрицательно, тогда применяем верхнюю формулу и видим, что у нас реально просто заряд сократится, потому что это будет минус здесь, минус здесь, коэффициентом активности для А просто пренебрегаем в данном случае, это разбавленный раствор, и в результате у нас получается просто ноль, и получается, что не может быть зависимости от коэффициентов активности по модели Дебаи-Хюкеля. А вот здесь, когда разноименные реагенты сталкиваются и образуют активированный комплекс, тут по-другому это все будет выглядеть, тут сложатся две величины, и вот видите, что здесь получится, да, я считаю, что заряды одинаковые, у А и Б, только имеют разные знаки, должна быть зависимость от этой самой ионной силы. Ионная сила, видите, что такое, да, это концентрация электролитов и, значит, соответствующие заряды. Ну вот смотрите, эксперимент, реакция наверху в желтой табличке, да, А, это может быть заряженная положительная частица, и А может быть нейтральная частица. Значит, если А нейтральная частица, то это второй вариант, да, это отрицательный, отрицательный ион, скажем так, реагирует с нейтральной молекулой, активированный комплекс должен быть отрицательно заряженный. А что у нас по оси Х? А по оси Х у нас концентрация калий-хлор, электролита, который мы специально добавляем в эту смесь. И что она делает? А что она делает? Да вот, вот сюда она лезет и меняет, и меняет, соответственно, и здесь она должна, она как корень квадратный, то есть это должна быть, фактически, должен быть корень квадратный из концентрации калий-хлор, потому что других электролитов нет. Ну и вот наблюдайте, как оно все выглядит. Ровно так и выглядит. Для нижней реакции не зависит константа скорости от концентрации калий-хлор, а для второй реакции наблюдается что-то вроде квадратного корня. И вот такого рода вещи это единственное четкое количественное доказательство того, что вот это уравнение в общем-то работает. Потому что вот Дебай-Хюкель он так устроен, что даже для активированного комплекса можно что-то оценить. Но если вы там как-то продвинулись уже в электрохимии, то вы знаете, что плохо он работает. Только в очень разбавленных растворах там где-нибудь 10 минус третий моля может быть концентрация реагентов не выше. Да и там нужны всякие поправки. И вот тот вариант, который мы смотрели, он не очень годится. Тем не менее, вот эта вот штука, это называется первичный солевой эффект. Влияние соли, добавляемой на скорость реакции, вот здесь он вполне убедительно виден. И вот то уравнение, которое мы получили, по-видимому, работает. Следующая наша задача вот какая. Все-таки давайте попробуем понять, как меняется константа скорости для одной и той же реакции при переходе из газа в раствор. Мы поняли, что, наверное, она должна каким-то образом меняться. Но вот как-нибудь количественно это можно оформить. И тут вот какая мысль, смотрите, ведь если мы свяжем константы константы вот эти вот, вот эта вот константа к раствору относится, да, и константу газовую каким-то образом мы свяжем их, да, то ведь эту мы уже можем записать в статистическом варианте, да, это может уже быть какая-то сумма по состояниям для активированного комплекса в газе, как для индивидуальной молекулы, да, и таким образом мы установим связь между статистической, рассчитанной, рассчитанной статистическим способом константой и тем, что нам нужно для раствора. Ну, план-то хороший, конечно, но не так-то просто его осуществить. Ну, и тут вот какой прием. Смотрите, вот эта константа для бимолекулярной реакции, она в газе, она все та же. Это концентрация активированного комплекса деленная на концентрации в газовой фазе, уже в газовой фазе реагентов, да, все это, конечно, подчиняется в газе уравнению Менделеева Клайперона, это идеальный газ, да, и с другой стороны существует вот этот самый закон Генри знаменитый, да, он связывает в одной из своих записей, он связывает концентрации в газе с концентрациями в растворе для всех абсолютно частиц растворенных. Это называется коэффициент Генри. Коэффициент Генри. Он работает только в зеленой области, и что это значит, вот эта вот запись. Это значит, что если у вас в паре над раствором концентрация вот этой штуки равна тому, что стоит у нас с левой стороны, то в растворе концентрация выражается вот такой вот формулой, причем л не зависит ни от этого, ни от этого. То есть пока вы находитесь в зеленой области, вы можете взять концентрацию в газе, разделить ее на л, и вы получите концентрацию в растворе. Да? Ну и это, конечно, даст нам связь, даст нам связь между газовой константой и растворной. Значит, вот если это газ, то в растворе для того, чтобы здесь был знак равенства, мы должны записать АК в растворе, умноженное на коэффициент Генри. Внизу у нас коэффициенты Генри для А и Б, и, соответственно, концентрации А и Б в растворе. То есть, все ну, предельно просто. Значит, мы выражаем вот эту константу, а она, в свою очередь, у нас сейчас выразится через суммы по состояниям, и получится такое длинное выражение, связывающее газ и раствор. Сейчас мы ее найдем, эту константу может быть. Вот. А где же у нас делось? Секундочку. Придется подождать. Вот это она, что ли, да? Секунду. Да. Вот она. Прошу прощения. Смотрите. Вот все эти элементарные преобразования проведены, и давайте смотреть, что у нас получилось. Это у нас константа в растворе, но выражена она уже через константу в газе и всякие другие дополнительные сомножители. Первые три сомножителя, как мы и хотели, это то, что относится к константе скорости в газовой фазе. Первый сомножитель суммы по состояниям энергии активации реакции в газе. Просто выражение статистическое для константы скорости. Дальше переход от одной константы, от константы в газовой фазе к константе в растворе. Вот этот вот переход, да? Мы должны вот эти два коэффициента, они у нас пойдут в числитель, этот у нас полезет в знаменатель. И вот мы видим, видим этот сомножитель. Если мы находимся в зеленой зоне, где у нас выполняется закон Генри, это означает, у нас нет последнего вот этого соотношения, где коэффициенты активности в числителе и в знаменателе. Если мы выходим из зеленой зоны и по-прежнему хотим знать связь между константой растворной и константой газовой, мы должны по уравнению Брэнстеда Бьерома добавлять еще отношения коэффициентов активности. Громоздко, но чрезвычайно просто. Ну, я думаю, цену этого уравнения вы тоже понимаете. Качественно все понятно. Вот эта штука, конечно, она будет своя для любого растворителя. фактически вот эта вот дробь, вот это вот отношение на химическом языке, если говорить, оно характеризует сальватацию, сальватацию участников реакции в конкретном растворителе. Это переход от концентрации, вот эта формула, от концентрации в жидкой фазе к концентрации в газовой фазе, и вот это простое соотношение работает в зеленой зоне. Хорошо, это газовая вещь, ну и наконец, если мы движемся в концентрированный раствор, у нас получается все как надо. Разное для разных растворителей, но посчитать, к сожалению, просто нельзя, потому что если вот эти вещи, так же, как и в случае коэффициентов активности, они поддаются измерению и какой-то оценки и расчету, то практически ничего вы не можете сделать для коэффициента активности активированного комплекса. То есть качественно мы записываем, понимаем, как работает эта штука, но посчитать ничего реально нам не удается. И смотрите, вот если вы увидите, что константа в растворе и та же самая константа для той же самой реакции в газе, они практически совпадают. Ну и вы говорите, ну вы знаете, ну сокращается здесь все. Вот эта дробь единицы как бы равна. Удобно сравнивать две константы в, конечно, разбавленном растворе, чтобы не мучиться еще с коэффициентами активности. Но вот такие случаи действительно часто бывают, когда приблизительно эта дробь равна единице. А если не равна единице, ну тогда увидите большую разницу, и таких примеров тоже очень много. Ну и дальше идут коэффициенты активности, это тоже понятно. Хорошо, давайте еще несколько простых вещей скажем друг другу. Значит, если фактически мы работаем уже теперь понятно в основном термодинамическом варианте теории активированного комплекса, то вполне можем ввести в наше рассмотрение вместо константы энергию гипсоаксивации. Давайте это сделаем и чтобы просто у нас формулы были под рукой. Скажем, для бимолекулярной реакции мы имеем КТ на H. Я здесь иногда пишу B, иногда не пишу. Напоминаю вам, что это константа Больцмана. Если не написал, то вы сами допишите и во всяком случае вы можете это помнить. И дальше идет энергия гипса вот для этого для этого состояния. Единица на С0. И соответственно можно ввести понятие энтальпии активации энтальпии активации и энтропии активации. Иногда это дело пригождается. дельта С на Р на единицу на С0. Это для бимолекулярной реакции. Ну и какие у нас возможности здесь? Смотрите, если вы экспериментально определили константу, значит можете рассчитать энергию гипса активации. Да? Просто из первого равенства. И вот эту величину мы можем рассчитать из аренюсовской энергии активации. Все видят эту связь, да? Е аренюсовская равняется РТ плюс дельта H 0. Вот это вот связь. А скажите, а если мы перейдем от бимолекулярной реакции к мономолекулярной реакции, что вот в этом уравнении изменится в растворе? Ну, фактически не будет только вот этого вот со множителя, правда? Не нужна здесь будет эта единичная концентрация. Но что важно, вот это вот выражение сохранится полностью, да? Потому что здесь как было один раз температура и больше ничего не добавится. Три молекулярная реакция. Здесь получится квадрат, но в этом выражении ничего. Это очень хорошо. Не надо ничего запоминать, не надо мучиться. Оно работает для моно а, три и би реакции одинаково. И если вы проследите вот все, что мы здесь написали на доске и вспомните все, о чем мы говорили, вы убедитесь, что все это нормально проходит для всех типов элементарных реакций. Да? Единственное здесь, посмотрите, если у нас моно, у нас здесь получится один L и один L в знаменателе. Здесь получится одна, один коэффициент активности и здесь коэффициент активности в знаменателе. Все. Все остальное, все выводы, все рассуждения, все ходы, они остаются на своем месте. Это хорошо, это облегчает жизнь. Вот запомните это уравнение тоже. Теперь знаете, что сделаем? Давайте мы попробуем примеры какие-то посмотреть, картинки. Две работы вам покажу. Одну продвинутую, другую обычную. Вот это вот обычное. Значит, смотрите, ну вот они исследуют реакцию, мы ее уже видели с вами по другому поводу. Вот реакция в красной рамке, да? Что они изучают? Они смотрят константу скорости этой реакции в зависимости от состава растворителя. У них этиловая и вода. Они меняют соотношение этилового к воде и хотят каким-то образом описать изменение константы скорости. Она немножко меняется. Видите? Вот эти зеленые точечки, ну, где-то от 0,86, ну, это вот на эту сторону надо смотреть, вот здесь она приведена, ну, буквально где-то на коэффициент полтора. И как они считают здесь все? Ну, например, они определяют энергию гипса вот по этому соотношению. Измерили константу скорости, определили энергию гипса. А измерения проводили при разных соотношениях спирта и воды в растворителе. Что они делают дальше? Они пользуются вот этим вот уравнением и при разных составах растворителя определяют энтальпию активации черной точечки. Знают энергию гипса, знают энтальпию, могут и определить и минус т, дельта с для энтропии растворения. Ну, вот дальше важное. Значит, ну, определили, цифры написали, таблицу построили, обсуждение результатов. они говорят, смотрите, смотрите, вот в этой области, когда спирта мало, мольная доля 0,15 и до нуля, что-то существенное происходит с самим растворителем, меняется его структура, какие-то там, вероятно, кластеры образуются из молекул воды. Смотрите, как странно, хитро идут величины для энтальпии и для энтропии. Проходят через максимум и минимум соответственно. А вот в этой области практически не зависит константа от состава растворителя. Все. Вот это конец обсуждения, очень типичное для органической работы. Вот мы видим какие-то изменения, наверное, что-то с растворителем случилось. Иначе как объяснить? И не более того, потому что возможности просто нет для каких-то более серьезных рассуждений. А вот это вот самое что ни на есть продвинутая работа. Значит, что люди пытаются сделать? Они, кстати, выполнены на нашем факультете в группе Немухина. Пытаются применить статистический вариант теории активированного комплекса для расчета константы скорости. Как моделируют, как растворитель-то учесть? Это все происходит в воде, видите? Сложная достаточно молекула, она подвергается гидролизу, но в гидролизе участвует всего одна молекула по стихиометрии. И еще 306 молекул, они вешаются на активированные комплексы и на молекулы реагента и пытаются таким образом сальватацию оценить и реально оценить все те коэффициенты, которые у нас были. Видите? И появляется возможность тут даже два варианта построить поверхность потенциальной энергии и как и в случае газов оценить настоящую энергию активации так, оценить суммы по состояниям и получить полную картину для этой реакции. Но это очень сложно. Это очень сложно, требует и не всегда удачно, но я просто хочу вам показать, в какую сторону люди идут. Вот где возможен прогресс при исследовании реакции в растворах. Либо вы остаетесь в качественных представлениях, получаете энтропию, энтальпию, активацию, и потом говорите, вот эта энтальпия вроде бы должна так измениться, а эта энтропия всяк измениться, и на этом все кончается. Или же вы стараетесь вот более серьезные инструменты использовать для вашего обсуждения. Хорошо. И говоря о растворах, мы с вами должны решить еще одну задачу. Обойдемся в этом случае без активированного комплекса. Задача более простая, но тоже чрезвычайно важная. Она скорее связана с теорией активных столкновений. Значит, ведь теория активных столкновений, ее результаты тоже так используются. Мы же должны достичь равновесия между активированным комплексом и реагентами и быть уверенными, что это равновесие достигается. Там столкновения в газе бегают быстро молекулы, они распределены по Максу Лубольцам. А здесь как? А вдруг вот так все будет, растворитель такой вязкий, что одна молекула просто не может до другой добраться. И появляются диффузионные ограничения, и они накладываются на ход реакции, и вместо химического взаимодействия вы видите просто невозможность диффузионного подхода одной молекулы к другой. Ну вот как это оценить, как понять действительно, что лимитирует, что определяет скорость химической реакции в газе. Это так называемое уравнение Смолуховского. Давайте мы посмотрим вот эту картинку в себе заготовим, а сначала просто поймем, о чем идет речь. Вот смотрите, это обсуждается, конечно, для бимолекулярной реакции. Проще всего столкновение двух частиц. Это похоже на вот эти наши рассуждения о цилиндрах столкновения, о подлете одной молекулы к другой. Ну вот на самом деле картина физическая приблизительно такая. Вот представьте себе, что молекулы перемещаются по раствору за счет диффузии. Тогда они всегда должны двигаться в ту сторону, где их концентрация меньше. Да? Как будто бы мы обсуждаем, конечно, раствор такой, где все концентрации выровнялись по всему объему. Но давайте вот такую вещь посмотрим. Вот две молекулы А и В соприкоснулись, столкнулись, и таким образом концентрация А и В вот в этой области она стала как бы меньше. Нарушилось это равномерное распределение частиц по всему объему. Здесь как бы меньше концентрация, чем во всем остальном объеме. Ну и понятно тогда, что в эту сторону пойдет диффузия. Вот на таких элементарных представлениях и основана, собственно говоря, модель Смолуховского, которая дает возможность вывести уравнение его. Теперь смотрим на картинку. Теперь смотрим на картинку. Как и в случае, помните, наших цилиндров столкновения, у нас одна молекула считается закрепленной на месте, а другая стремится с ней соприкоснуться и, значит, вступить в химическую реакцию. Красный шарик это молекула А, серые шарики это молекулы В, они стремятся за счет диффузии к тому, чтобы, значит, соприкоснуться. Вот все параметры модели появились, и теперь давайте вот что запишем. Н это обычные наши концентрации, только не в молекулах в единице объема, а в частицах в единице объема. так понятнее. Значит, смотрите, скорость бимолекулярной реакции это константа скорости умножить на концентрации А и Б. Обычная запись, да? Это измеряемая концентрация, брутоконцентрации по всему раствору. Это то, что мы видим. Но, говорят люди, вот около частицы А в желтой области там на самом деле не та концентрация Б. Там концентрация Б занижена, потому что там же уничтожаются молекулы Б, там идет химическая реакция, поэтому на самом деле вы другую константу, по-другому должны записать это уравнение. Вот здесь у вас должно быть так записано так, а верхнее уравнение, оно в данном случае не работает, а вы должны записать его вот таким вот образом. реально у вас в химической реакции вот эта концентрация работает, Б, то есть концентрация в желтой зоне, а во всем растворе вот такая вот концентрация, а ведь когда вы обсуждаете константу скорости, вы только эти концентрации знаете, значит у вас не настоящая химическая константа, а некоторая эффективная. Давайте мы ее определим. Поскольку на самом деле равенство здесь наблюдается, куда ему деться, то у нас получается такая штука, К эффективная равняется К химическому умножить на К химическому умножить на НБ РА плюс РБ это в скобках это просто обозначает на каком месте у нас измеряется вот эта концентрация а внизу НБ0 и наша задача состоит в том чтобы найти вот эту вот величину если мы ее найдем это мы знаем допустим это мы знаем мы поймем вот что такое это эффективная константа хорошо как будем считать видите вокруг вдали от молекулы А проведен проведена окружность и вот такие окружности вот она вот такие вот окружности проведены вокруг всех красных шариков в растворе вопрос сколько молекул Б в единицу времени пересекут вот эти шарики серые молекулы они движутся за счет диффузии вот диффузия таким образом у нас записывается это изменение концентрации это изменение расстояния r вы видите на картинке да d коэффициент диффузии значит площадь поверхности шариков всех шариков тогда надо еще умножить на n a0 возьму здесь по модулю нам здесь только количество шариков нужно вот такое количество молекул частиц Б в единицу времени в единице объема пересекли вот эти сферы описанные вокруг красных шариков и куда делись эти самые куда делись эти серые шарики все они прореагировали потому что у нас стационарные условия и скорость реакции она постоянно во времени у нас не увеличивается и не уменьшается концентрация b в этой желтой зоне хорошо давайте попробуем что-то сделать с этим выражением наша задача найти зависимость nb от расстояния r ну просто разделяем переменные тогда у нас получится вот что dr на 4p r квадрат d n a0 это с одной стороны и еще у нас должна быть химическое v давайте посмотрим где она у нас будет она в числителе она у нас будет v химическая а в этой части у нас получится просто dnb 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 да ну что же давайте проинтегрируем от некоторого r до бесконечности и здесь то же самое от некоторого nb r до nb 0 когда мы очень далеко находимся от частицы красной у нас как раз вот обычная измеряемая концентрация nb частиц b в растворе и будет да значит сначала левая часть интеграва это будет минус v химическое на 4p r d n a нулевое это все константы они не зависят от расстояния и это мы берем на бесконечности и некотором r на бесконечности это 0 значит здесь у нас получится v химическое на 4p r d n a 0 теперь смотрим второй интеграл но он еще проще это просто концентрация на бесконечности на верхнем пределе и на расстоянии r получается другая концентрация nb 0 минус n b r r наша задача найти вот это вот вот это вот эту самую величину ну это просто теперь значит nb r равняется соответственно nb 0 nb 0 минус v химическое на 4p r d n a 0 ну теперь вспоминаем о физике и химии и разбираемся с вот этой дробью вот что это такое это некоторый эффективный коэффициент диффузии но смотрите это же наша модель у нас на самом деле диффундируют и a и b идут навстречу друг другу для того чтобы прореагировать поэтому здесь ну давайте я перепишу это еще один раз nb 0 значит наверху пока оставляю числитель свободным здесь я 4p d a плюс db это сумма двух коэффициентов диффузии теперь я хочу не просто r получить а величину r которая у меня в желтой зоне работает именно та та область где идет химическая реакция значит здесь я записываю r a плюс r b что это такое за величина ну скажем сумма эффективных радиусов двух частиц то есть нам важна концентрация на очень коротком расстоянии от частицы а в маленькой зоне да но тут не очень хорошо записано но я сейчас перепишу еще один раз и вы все увидите дальше остается у меня n a нулевое а в числителе я готов уже расписать скорость химической реакции это у меня будет k химическая k химическая на n a нулевое а для b я уже должен не нулевое значение ставить а вот это самое n b на расстоянии r a плюс r b хорошо ну и теперь я еще раз переписываю и все сейчас у меня встанет на свои места я все что связано с вот этой величиной собираю в левой части значит смотрите n b но только не r уже ставлю а конкретное значение r a плюс r b плюс соответственно k химическое на n a нулевое на n b n b r a плюс r b в знаменателе у меня получилось 4 p d a плюс d b r a r a плюс r b у меня в явном виде 2 этих 2 этих штуки получилось и соответственно еще остается n a нулевое они сократились да они сократились да и все это равно n b нулевому n b нулевому хорошо хорошо сейчас я вот эту штуку вытаскиваю за скобки за скобки r a плюс r b здесь у меня получается единица плюс k химическая а в знаменателе 4p сумма коэффициентов диффузии r a плюс r b вот такая вот вещь и это равно n b 0 n b 0 сейчас сотру чтобы не мешалось то что внизу а пока скажу вам такую вещь вот эта дробь с правой стороны в скобке ее знаменатель вот этот знаменатель по размерности вот эта вот штука это константа скорости химической реакции для реакции второго порядка для бимолекулярной реакции поэтому люди называют это константой скорости диффузии диффузионная константа да ну и тогда смотрите что что у нас получается мы хотели найти отношения видите n b r a плюс r b к n b 0 оно у нас оно у нас уже имеется оно у нас уже имеется смотрите значит нужное нам отношение r a плюс r b на n b 0 это что такое это k диффузии плюс k химическое да это я перенес сюда и k диффузии k диффузии у меня стоит в знаменателе ну и теперь я готов записать выражение для эффективной константы скорости видите эффективно я только должен был я все наоборот должен сделать да это у меня вот я же в эту сторону тащу значит это у меня обратная дробь это у меня наоборот n b 0 на n b r a плюс r b и теперь я готов записать выражение для эффективной скорости и эффективной константы скорости реакции в растворе по смолуховскому смотрите у меня получится r равняется k эффективное на n b 0 n a я знаю только эти две концентрации я измеряю скорость и получу в эксперименте эффективную константу а согласно модели это будет вот что k химическое умножить на k диффузии разделить на k химическое плюс k диффузии на n b 0 n a 0 вот простая эта модель приводит к нас к такой исключительно физически понятной формуле значит смотрите представьте себе что у вас диффузия очень быстрая гораздо быстрее чем химия частицы очень быстро приходят издалека и занимают желтую зону тогда концентрация в желтой зоне такая же как и по всему раствору да понятно в этом случае мы пренебрегаем химией в знаменателе сокращаем диффузию и получаем обычное наше выражение k химическое на nb0 na0 не нужно нам рисовать эту желтую зону потому что она ничем не отличается от всего остального раствора и противоположный случай представьте себе что химия очень быстрая а частицы диффундируют медленно тогда все наоборот мы пренебрегаем диффузии в знаменателе химия здесь и здесь сокращаются и в результате у вас в желтой зоне практически нулевая концентрация очень мало частиц и наблюдаем скорость реакции это просто скорость диффузии скорость диффузии константа скорости диффузии и две концентрации химический режим диффузионный режим а в жизни что-то промежуточное работает вот такая вот эффективная константа ну и есть такие соображения соображения Эйнштейна из Токса в основном они говорят давайте мы коэффициенты диффузии как-то свяжем с размерами наших частиц тут вполне разумно считать их шариками поэтому вот эти ДА и ДБ которые у нас здесь стоят вот эти две величины мы их совершенно спокойно можем связать с радиусами эффективными РА и РБ и что важно в эту формулу входит НЮ вязкость нашего раствора которая и должна определять нам константу скорости диффузии видите это выражение это наша диффузионная константа вот она и теперь я ее расписываю элементарно с помощью вот этих соотношений Энштейна с Токса и что у меня получается сумма радиусов диффундирующих частиц в квадрате произведение радиусов и главное вот это вот НЮ НЮ которое здесь стоит и вот если вы подставите значит все это еще и в то уравнение у вас получается соотношение с Малуховского Эйнштейна и Стокса если хотите и вот важная вещь температурная зависимость много раз мы еще увидим ее хотя лекции осталось мало но еще эту картинку с вами увидим эффективная константа ее логарифм вот этот вот вот эта вот эффективная константа от обратной температуры то есть фактически вы снимаете Аррениуса для такой вот эффективной константы смотрите зависимость от температуры константы диффузии по вот этой вот вещи да смотрите вот одна температура стоит вязкость немножко зависит остальное все от температуры не зависит да в результате мы получаем мы получаем вот такое вот получаем вот такое вот выражение обратите внимание уравнение Аррениуса применяется к температурной зависимости вязкости Нормально. Это совершенно нормальный способ обработки экспериментальных данных. Получаем вот то выражение, где энергия активации вязкости аренесовской, как правило, маленькая величина. Химия, как правило, большая величина. И вот характерная картинка. Что мы видим? Когда у нас температура низкая, это вот здесь. Константа скорости химической реакции значительно меньше, чем констант скорости диффузии. В результате у нас работает вот это вот уравнение. То есть при низких температурах лимитирует константа скорости химической реакции. Мы идем вверх по температуре. Вот туда, это у нас единица по температуре здесь отложена. Что мы видим? Химическая константа растет гораздо быстрее, обгоняет диффузионную. Диффузионная идет плоско. И теперь она значительно меньше, диффузионная константа, чем химическая константа. Мы попадаем в область, где лимитирует диффузия. И вот такое вот резкое довольно изменение угла на графике. Любой человек вам скажет, это вы из области, где химия лимитирует, перешли в область, где лимитирует диффузия. Очень характерный график. Действительно, ну не так резко, как на этой картинке, но очень часто в эксперименте вы видите вот такое изменение наклона. Все, увидимся в четверг.